Всем привет. Ну что, хочу поговорить немножко уже по морской теме, потому что последний ролик у меня в спорте, короче, ударился. Вы уж меня извините, если что. Без спорта никак вообще в нашей жизни. Поэтому раз в месяц сейчас будет выходить видео комплексной тренировки именно. То есть в месяц я буду там постоянно заниматься, и соответственно будет какой-то результат, да, в течение каждого месяца. И за пять лет я должен как бы добиться хорошего результата. Ну, одно видео в месяц, думаю, проблем не составит. Для кого? Можно просто не смотреть. Вот. Ну, тем не менее, морякам, многим, я думаю, все равно интересно, как поддерживать себя в форме, как заниматься, что использовать. Не у всех судов тренажерный зал есть, морщик как бы есть, а здесь нет. Поэтому нужно что-то делать. Обычно либо, если сварщик есть, он может сварить реально, блин, целый тренажерный зал. Я на некоторых судах работал, он реально был сваренный тренажерный зал из дырингов, твистлоков, вот. Там веса достигали до 100-120 килограмм уже было на весе. Проблем как бы не было. А по поводу расхождений, ну, сейчас зависли, короче, в Норвегии, работаем вдоль берега, ходим, особо судов нету. Ситуация каких-то критических не возникает, более интересных, да, чтобы разруливать. Поэтому могу немножко рассказать, просили меня по поводу подготовки, да, судна к отходу. Судно готовит обычно второй помощник, если он есть, да. Вот. Он должен быть на всех судах. Допустим, где сейчас я, я первый здесь, второй помощник. До этого только капитаны станков, они шесть вахту стояли. Но это достаточно тяжело, вот, поэтому они попросили еще одного человека, потому что уже не высыпались люди. Вот, я здесь. Но, тем не менее, обязанности потихонечку там переходят какие-то на меня, но, допустим, маршрут готовит здесь капитан, ну, электронка, да. Ну, все уже видели ее, она, ничего, с художного не представляет, типичная электронка. Называется TechDIS. Вот. Они все подобные, все похожие, меню просто разные, и нужно привыкать к каждому. Когда вы приходите на судно, дела принимаете, записываете основные моменты. То есть, как пользоваться, как делать маршрут, вот, как там распечатать пассаж-план, вот. Если, допустим, там выводят, еще и бывает, линию на радар, красную, да, бывает, через GPS, GPS вы должны все точки забить, вывести на радар, это вот такие основные моменты. Мы, допустим, здесь не выводим ничего, здесь попроще, то есть, электронки два комплекта у нас, вот, второй комплект, и этого достаточно, то есть, не надо тут заморачиваться на радар еще что-то выводить. По поводу книжек, есть у нас, да, все необходимые книжки, здесь у нас бумажные, то есть, ну, мы туда сейчас уже в электронном варианте все, и также идет обновление. Сегодня погода еще херовая, сейчас очень сильно задуло, дождина, видимость плохая, вот, впереди обходит нас паром, по носу обогнал. Через два часа будем порту Квиннисдал. Вот, и по поводу вопросов, да, как вызывать там, кого вызывать, Османа, есть у нас там книжки необходимые, вы придете на судно, а если вы, в любом случае, матросом работаете, вы изучаете, да, там не так уж их много. Есть лоции, list of radius signals, там, заходите, находите страну, нужный порт, соответственно, там находите, кого вызывать, когда вызывать, там, значит, карты именно зон доклада, вот, в том или ином районе. Это вы все можете найти, соответственно, как второй штурман, вы должны уже заранее подготовить, нанести, допустим, на электронке тоже, там, где что-то классно. У нас, допустим, здесь, на электронке, помечены все зоны и нарисован какой канал, один из штамм, да, да, все там есть, в общем, нажимаешь и там все расписывается, кого вызвать, вот, название станции, ну, там, порт-контрол, там, кого вызвать, на каком канале, как переходить на канал, на другой, все расчерчено, все элементарно просто. Поэтому книжки, это, как бы, не самая главная проблема, самая главная проблема, это выполнять, наверное, четко приказы, понимать свою работу, не тормозить, да, желательно, если, допустим, на контейнеровозе вы работаете, там нужно вообще все быстро, если на линии судна стоит, очень быстро все делать, документы, соответственно, заранее там надо отсылать, уже, вот. Вот, я работал, было 48 портов за месяц, 48 портов, не поверите, два месяца там отработал, это очень тяжело, на самом деле, поэтому еще раз подумайте, где вам лучше работать, вот, и, если вы хотите неспешно работать, нужно идти на большой балкер, там стоянки длинные, вот, переходы длинные, поэтому есть смысл туда тоже идти, там, как правило, сейчас очень много украинцев работает. О таком суде, на котором я сижу сейчас здесь, конечно, да, и в этой компании много филиппинцев, допустим, они здесь крепко засели, и никакой метлой их отсюда не выгонишь. Ну, их, в принципе, и не за что выгонять, они делают свою работу, понятно, что составят большую конкуренцию для русских моряков, для украинцев, но они на флоте очень давно, поэтому... Тут уже не поспоришь, конечно. У них также очень сильный профсоюз, который просто так не спишь у человека, да, нужна очень-очень уважительная причина, чтобы отправить его домой. Вот. Был, допустим, здесь повар, но я его не застал, я говорю, что он очень-очень плохо готовил, но не могли его списать за то, что он плохо готовит. То есть, еда съедобная, соответственно, какие проблемы? Никаких. Поэтому он и сидел 6 месяцев здесь. И сейчас, когда характеристику ему какую-то написали, тем не менее, все равно его взяли в эту компанию, он ушел сейчас на другое, особенно. То же самое дальше работает. А нашего бы давно списали, и, блин, потом он бы еще искал полгода новую работу. А вот в чем разница между нашими и филиппинскими людьми. И поэтому нюансы все, которые, да, в подготовке мостика на отходы, это все элементарно. Там нужно, главное, знать мостик, да, все, для чего, где, что. Ну, работает, как работает, поэтому тогда и вопросов не будет. Вот. А изначально моя тематика именно, да, вот по поводу, я именно настроен именно показывать, как расходиться с судами правил МБПСС. Вот это самое основное. То есть я не люблю, вот там, блин, вникать вот в эти мелочи, вот эти все, там, как пользоваться радаром, там, показывать каждую кнопочку, как, что. Это не нужно. Мне это вообще, ну, это, во-первых, это неинтересно. Во-вторых, это не нужно. Все, по ходу дела вы изучите. У вас никто просто так не подпустит, блин, к радару, там, что-то настраивать. Ну, и также с другими приборами. Кто, видя, что вы еще неопытный, вас не подпустит, вы будете постепенно все, как бы, изучать, не катить. Главное, чтобы не совсем тормозить. Навыки должны быть начальные. Вот, а так я вам советую K4Mate, рекламу сделаю, да, пускай он там и все рассказывает подробно. Я его ролики смотрел, в принципе, полезные, особенно там по стабилике. Вот, а так, нудно, по сути, неинтересно, то, что он там, блин, ведет свой канал. Но, слишком заумно, человек с хорошим образованием, грамотный, в принципе, не поспоришь и просто будьте там. А я показываю практику выполнения, расхождения. Вот, ну и какие-то моменты, допустим, обзор еще будет по этому судну, сделаю скоро. Вот, ну и еще, допустим, у нас бабкат есть, на него сделаю обзор, обзор на экскаватор. Тоже, думаю, будет кому-то интересно посмотреть, как это работает. Ну, какие-то такие, более интересные моменты на судне. Ну, все, вроде так, что хотел, рассказал. Надеюсь, вы меня поняли. Вот. Ну, будут видосы еще, так что мы с вами не прощаемся. Увидимся еще в следующих, как обычно, роликах. Пока.